У микрофона моряк Балтийского флота старшина второй статьи комсомолец Николай Русин. Правильно решили партии правительства от срочи временного увольнения в запас. Империалисты пытаются развязать новую третью мировую войну. В ответ на это мы, матросы и старшины краснознаменной Балтики, будем служить еще столько, сколько потребуется Родине. Славный боевой путь прошли советские моряки в годы Великой Отечественной войны. Огневую мощь орудия этого крейсера испытали на себе гитлеровские оккупанты под Ленинградом. На море и на суше кировцы совершили немало подвигов во имя любимой Родины. Славные традиции героев моряков живут и приумножаются на флоте. Верные своему воинскому долгу, моряки единодушно одобряют решение партии правительства о временной отсрочке увольнения в запас. Завод электросила имени Кирова. Среди лучших людей, занятых изготовлением четвертого генератора для братской ГЕС, старейший токарь Сергей Наумович Пащенко и молодой станочник Евгений Яхин. Обработку остого ротора генератора в 225 тысяч киловатт ведет бригада, которой присвоено звание «Коммунистическое». Ее возглавляет герой социалистического труда Николай Иванович Першин. Недавно на завод пришла телеграмма из Братска. Просим изготовить генератор на 20 дней раньше, чем предусмотрено планом. Трудно, но сделаем, решили электросиловцы. И с утроенной энергией взялись за работу. На сборке статора образцы коммунистического труда показывает бригада слесаря Максарева. Досрочно изготовленный генератор-гигант достойный вклад электросиловцев в трудовые подарки ленинградцев 22-му съезду партии. В проекте новой программы Коммунистической партии Советского Союза намечено в первом десятилетии осуществить среднее образование юных граждан. Ленинградские школьники в этом году получили 29 новых зданий школ и 68 школ-интернатов. А ну, покажись, сынок, говорит Михаил Иванович Голубев своему Коле. Так все в порядке. Первое сентября для всех ребят день и деловой, и торжественно-праздничный. Он принесет много радостных волнений и хлопот. К нему ребята неплохо подготовились. 420 тысяч ленинградских школьников вступили в новый учебный год. Больших успехов вам, юные друзья! Вы были когда-нибудь на современном хлебозаводе? А знаете, как пекут круглый хлеб? Сейчас вы все увидите сами. На механизированном заводе Ждановского района нет и в помине того дореволюционного хлебопека, работу которого называли адовой. Машины и конвейеры почти полностью заменили тяжелый ручной труд. Трудоемкой оставалась погрузка и разгрузка хлеба. Специальная погрузочная машина, созданная новаторами предприятия, полностью механизировала и эту работу. Коллектив хлебозавода борется за то, чтобы в ближайшее время предприятие стало заводом-автоматом. Не южные гости, а полноправной хозяйкой стала кукуруза на полях совхоза «Ударник Ропша» Кингисеппского района. Молодым лесом поднялась она на полях звена Сидоровой. Сейчас главное вовремя собрать урожай, заселосовать всю кукурузу. Комсомолец Виктор Юрлов, помогавший звену Сидоровой вырастить этот урожай, и на уборке его показывает образцы самоотверженного труда. По 500, а на отдельных участках по 1000 центнеров зеленой массы, собирают в совхозе с каждого гектара, занятого под кукурузу. Свои трудовые успехи работники передового хозяйства посвящают съезду родной коммунистической партии. В Ленинград прибыла парламентская делегация Венесуэлы, гостящая в нашей стране по приглашению Верховного Совета СССР. Парламентариев Венесуэлы встречали руководящие работники из полкома Ленгорсовета. Венесуэла государство в северной части Южной Америки, с населением около 5 миллионов человек. Основное природное богатство страны, нефть, захвачено иностранными монополиями. Гости из далекой Латиноамериканской республики проведут в нашем городе три дня. Мастера Ленинградского фарфорового завода создали художественную вазу в честь гениального русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, имя которого носит завод. Со дня рождения великого мыслителя и поэта в ноябре этого года исполнится 250 лет. А эта ваза изготовлена во знаменовании великих достижений советской науки и техники. Расписывал ее художник Евгений Андреевич Бессонов. Работа посвящена выдающемуся подвигу космонавта Германа Степановича Титова, который совершил во время полета на космическом корабле «Восток-2» 17 оборотов вокруг Земли. Туристские поездки и экскурсии на комфортабельных теплоходах приятный вид отдыха полюбившейся ленинградцам. Особенно много желающих посетить Валаамские острова. Этот своеобразный архипелаг находится в северо-западной части Ладожского озера. Местность здесь очень живописна и своей первозданной суровой красотой и памятниками старины привлекает отдыхающих и туристов. С начала навигации 50 тысяч человек побывали на острове Валаам и познакомились с его достопримечательностями. На Невском кольце у стадиона имени Кирова состоялись международные автомобильные гонки с участием спортсменов Германской Демократической Республики, Польшей, Финляндии, Советского Союза. С первого круга лидерство захватывает финский гонщик Хейма Хеаторинта, номер 52. За второе место развернулась упорная борьба между советскими гонщиками Шута Азардяшвили, Людвигом Кирге, Юрием Вишняковым. Первым финишировал Хейма Хеаторинта, Финляндия. Вторым советский спортсмен Людвиг Кирге. Дан старт гоночным автомобилем класса Юпитер. Вперед вырывается известный финский гонщик Курт Линкольн на своем белом купере. С легкостью он проходит повороты, виражи, все дальше удаляясь от своих соперников. Победил в этом заезде Курт Линкольн. Второе и третье места заняли гонщики Мактила и Нортал. Среди сборных и клубных команд победили финские спортсмены. Команда Советского Союза заняла второе место. На третьем гонщики Германской Демократической Республики.